Так, Виллис. Ну почти. Там на первой должен поехать. Не, ну все равно на уровне. Потихоньку, потихоньку. Влево руль, влево руль. Влево еще, да, все ровняем. Все нормально. Вот тут в это дерево все упирались. Хоть там и копнули. Там копнули, ждал уже. А он все равно едет. Просто почти на холостых заезжает. Уаза Патрол там не может. Может, но тяжело ему. Ёлки-палки, заехал. Да, заехал. Вот вам и Виллис. Кто бы что не говорил. И она говорит, может, он не выйдет. Куда он не выйдет? Там, где-то военные внедорожники выезжают, он не выйдет. Такого оскорбления Макс не потерпит, конечно. Макс не спущен. Пускал, да, галют? Не. Но это ему не помешало. В-8 рулит. Короче, три лидера, да, нарисовались? На горизонте. Три лидера. Два с Америки, один с Британии. Ищем болото. Ищем болото. У меня показал 32 градуса. И наверху. А что, и градусы показывает? У меня показывает уклон такой, и такой, ищет, если перебор. Да? Да. Ёлки-палки. Там рассчитан на углы переворот. В общем, у вас не уснешь там в машине, я понял. На море пищи со всех сторон. Так, ну что здесь наверху? Раскатали. Был тут обрыв раньше. Сейчас поедем чуть дальше. Тут есть пара мест ищу. Там надо наступить уже в конце, иначе. На самом деле фантастический внедорожник. Семидесяточка. Три л-мотор. 3.0 дизель без турбины. На холостых почти заехал. Так, три ведущих колеса. Колеса не спущены. Были бы спущены, намного было проще. Так, попытка номер два. Елки-палки. Такие звуки. Такие звуки. Устрашающие. Так, Виллис. Ты видишь, он вообще не проваливается. Давай руками подтянем. Руками давай подтянем. Осторожно дерево там, осторожно. Еще влево, влево, руль, еще влево. Первая повышенная нельзя. Ты видел, он не проваливается вообще. Посмотри. Вторую пониженную. Да, веса. Веса нет. Фантастика просто. 70 куб, прикинь, уменьшить до этих размеров. Вот это был бы аппарат. Разгон. Да, вообще просто неимоверно. Отходите, отходите. Ух ты шо. Discovery рулит V8. Насколько спустил? Ну что здесь? Ух ты там высказал. Вот так. Так, тут... Тут вроде не это, там не сложно. Или это так кажется? Нет, там не сложно. Интересно так, чтобы без разгона. Разогнаться же можно и на велосипеде. Хе-хе-хе. Спустился. У него три ведущих осталось. Задняя правая. Я видел у него что-то. Да, не работает. Хаб сломал. Ага, так все равно не хватает. Нужен разгон. На Рубиконе без блокировок. Так, УАЗ. Очень тяжело. Ну, одного колеса нет, конечно. Подъем там был сложный раньше. Очень просто. Кроме мотора, в коробке раздатки все УАЗовское, в принципе. Остальное. Хотя нет, задняя подвеска уже изменили немножко. Так, УАЗ по следам Рубикона. Не, в натяжку тут не получится. Ходом. Есть. Тут места для разгона почти нет и уклон очень, очень крутой. романчик. Ах, да... Это другой уровень. Повтор. Видите, за счет шин Двигателя Просто машина серьезная Ха-ха-ха, Дрюха Это самый жесткий джипер, да? Это он на трех ведущих сейчас Он же без одного Вот он, основной конкурент В Ранглеру Рубикону Да Ну я там легко, а здесь не Здесь просто Не, ну здесь не надо, да? А там легко Да нет, ты там уже копнул Посмотрите, что творит Вот этот маньяк Ха-ха, вот это крутяк Смог Семидесяточка Вот он в реальном В реальном Афроуди Кто что может Ну, Виллис, мы сюда не будем бросать Он на пенсии Копнул, копнул он тут уже, Женя Дерево осторожно там, да Вот отсюда, смотри Да, семидесятка реальный внедорожник Тут никто не спорит Без разгона Не, без разгона не получится С маленьким разгоном можно Блин, Андрюха хочет сломать Все сегодня, я понял Андрюха, остановись Макс говорит, надо в нескучное ехать У него черный дым идет, ему надо смесь Не, не, за троил где-то свеча не работает Слышу, так посмотреть со стороны Перейдеть только Рому надо и все, да? И вроде война только закончилась Или началась Можно Дакину Есть форма, да? Американская? Нет, войненская